В начале марта 2017 года известный громкими разоблачениями интернет-портал Джулиана Асанжа WikiLeaks опубликовал огромный массив новых документов из засекреченного архива Центрального разведывательного управления США под кодовым названием «Хранилище 7». На этот раз похищенное хакерами досье содержит тысячи страниц информации о тайных технологиях американских спецслужб. Самое важное, что удалось узнать мировой общественности после новой утечки, не то, что следить за людьми могут телевизоры и мобильники, а то, что у ЦРУ есть возможность устраивать хакерские атаки по всему миру и камуфлировать это, как вторжение других стран. Последний яркий пример – история с вездесущими русскими хакерами. Американская пресса обвиняла русских хакеров в том, что они, собственно, вмешивались в предвыборную кампанию США. Но когда «Викиликс» опубликовал документы, стало понятно, что это как раз делали американские спецслужбы. А потом просто попытались, как говорится, перевести стрелки. Так были ли те самые русские хакеры, взломавшие личную переписку экс-кандидатов президента Хиллари Клинтон? И кто на самом деле не позволил Хилле стать первой женщиной-президентом США? Как отомстить за свое поражение экс-госсекретарь? Ведь в ее президентскую кампанию были вложены сотни миллионов долларов. И инвесторы рано или поздно потребуют дивиденды. Что на самом деле представляет из себя мистер Трамп? И будет ли гражданская война между сторонниками демократов и приверженцами консервативных ценностей, уставших от мигрантов и пугающего расслоения общества? Ведь первые искры мы уже наблюдаем, и они разгораются на наших глазах. Крах мирового порядка. С таким заявлением выступил Лондонский институт стратегических исследований. Как утверждают его сотрудники, речь идет о конце однополярного мира, где с начала 90-х годов прошлого века доминировали США и их союзники. Что же на самом деле происходит за кулисами большой политики? Стоит ли россиянам опасаться усиления Китая? К чему приведет противостояние республиканцев и демократов в Соединенных Штатах Америки? Я, Анна Чапман, раскрою все эти тайны. Сегодня в программе. Феномен Трампа. Случайная победа или тщательно спланированная операция американских спецслужб? Марионетку обычно для чего используют? Для того, чтобы те силы, которые за его спиной стоят, чтобы они спокойно проводили свою политику. Кто в действительности стоит за спиной у нового президента США? И какую цель преследует эта сила? Кто такой президент Соединенных Штатов? Президент Соединенных Штатов – это менеджер транснациональных корпораций, такой генеральный директор акционерного общества Соединенные Штаты. Засекречена история Соединенных Штатов. Куда на самом деле подевалась верхушка немецкого Третьего Рейха? И где продолжили жить и трудиться их потомки? Трамп либо создает вариант нормального американского фашизма, либо он потерпит кран. Диктатор Дональд Трамп. Неужели гражданская война в Америке не за горами? Трамп оказался между двух огней. С одной стороны, против Трампа крупный банковский капитал. Трамп очень плохо относится к беднейшие слои населения. Новый геополитический расклад. И кто из сверхдержав способен ответить на новые вызовы со стороны Америки? Кто контролирует Хартленд, тот контролирует мир. Есть только одна страна в мире, которая может помешать Соединенным Штатам стать единоличным лидером мира. Новый геополитический расклад. Президентская компания Хиллари Клинтон побила все рекорды и вошла в историю как самая дорогая за всю историю американских выборов. В это сложно поверить, но всего за год эта женщина потратила миллиард долларов. Хакер, известный под псевдонимом Гуцифер 2.0, опубликовал данные, которые пролили свет на источники финансирования предвыборной компании Хиллари Клинтон в самый разгар президентской гонки. Согласно обнародованным документам, ее основными спонсорами стали власти Саудовской Аравии, влиятельные бизнесмены из Германии, Венесуэлы и Бахрейна. Все деньги проходили через фонд, созданный Биллом и Хиллари Клинтон. Кроме правительств иностранных государств, компанию Хиллари поддерживали крупнейшие западные корпорации и банки. У заказчиков огромного количества региональных и даже мировых войн – это корпорации. Такие, как Джи Пи, Морган, Банков Нью-Йорк, Морган Стэнли, другие. И они зарабатывают на войне огромные деньги. С 2010 года Верховный суд США разрешил частным лицам, корпорациям и объединениям граждан жертвовать любые суммы на компании в поддержку тех или иных кандидатов. Так Хиллари получила неограниченные денежные потоки, но проиграла. И совсем скоро демократы должны будут платить по счетам. Может, поэтому страсти вокруг президентского поста до сих пор не утихают? И в средствах массовой информации то и дело появляется тема предстоящего импичмента Дональда Трампа. Избирательная кампания в Соединенных Штатах впервые, наверное, за десятилетия продолжается и после победы. Президента на выборах. И это означает только одно. Инвесторы уже настойчиво требуют проценты от вложений. Демократам нужно отвоевать позиции, чтобы их выплатить. И похоже, что противостояние не только не закончилось, оно только начинается. Эксперты строят все более мрачные прогнозы о том, как изменится политика Белого дома при Дональде Трампе. Большинство сходится на том, что противостояние внутри американского общества будет только нарастать. Проигравшие на выборах демократы начнут выбивать ключевых игроков президентской команды. Именно так произошло с помощником президента США Майклом Флинном, которого обвинили в связях с Москвой и заставили подать в отставку. Но что будет дальше? Чем, ответит мистер Трамп? И развернется ли в Соединенных Штатах гражданская война? Или она уже идет? Многотысячные акции протеста в разных городах страны не утихают до сих пор. А в некоторых штатах сейчас быть сторонником Трампа – это быть заразным. Ситуация в стране очень накалена. Калифорния – один из самых богатых американских штатов и один из двух столпов, на которые в своей гонке опиралась госпожа Клинтон. Не удивляйтесь, но здесь быть трампистом в буквальном смысле опасно для жизни. Как минимум, голосовавшего за Трампа запишут в фашисты и будут распространять эту информацию с широким охватом. Как максимум, могут подкараулить и избить. Несмотря на то, что рядовые американцы весьма неохотно общаются с представителями российских средств массовой информации, мы нашли тех, кто поделился своими впечатлениями о происходящем в США. Ведь они это наблюдают ежедневно. Давайте вспомним, как некоторые американские медиа встретили президента Трампа сразу после инаугурации. Например, МСНБС назвала президентскую речь не больше, не меньше, чем гитлеровская. А «За Вашингтон пост» опубликовала статью с заголовком «Цитирую». Слоган президента Трампа «Америка превыше всего» был популяризирован нацистскими сторонниками. Людмила Таран и ее супруг Сергей – политологи. Они живут в Далласе, штат Техас. И хотя считается, что этот штат Трампа поддержал, но именно там выборщик Кристофер Супрун официально отказался голосовать за Трампа. Он опубликовал в сети заявление, что считает Дональда человеком, который не достоин быть президентом. Сергей Таран живет в Америке почти 30 лет. И такой беспрецедентной травли президента не видел никогда. Хочу заметить, во время президентских выборов страна разделяется во мнениях практически поровну. И после избрания президента от той или иной партии, представители проигравшей партии еще продолжают какое-то время выражать несогласие. Но потом все успокаиваются, принимают реальность и понимают, что страна будет другой, не такой, как хотелось в течение следующих или четырех, или восьми лет. Нынешняя президентская кампания удивила весь мир. Такого количества грязного белья до, во время и после гонки вряд ли припомнит даже самый искушенный политтехнолог. Журнал «Тайм» сразу после инаугурации также выпустил статью с заголовком, цитирую, «это уже кампания по импичменту Дональда Трампа» и так далее. Поэтому неудивительно, что Трамп, между прочим, достаточно честолюбивый человек, начал называть прессу, которая настроена к нему враждебно, как фейк-ньюс. По одной из версий, то, что сейчас происходит в американском обществе, это предсмертные конвульсии финансового лобби. Именно финансисты и банкиры правили миром последние 20 лет. Для транснационального капитала господство над миром возможно только при выполнении нескольких непременных условий. Не должно быть суверенным государством, иначе вы не можете править всем миром через финансовые инструменты. А значит, и Соединенные Штаты в перспективе должны перестать быть суверенным государством. Не должно быть никаких естественных объединений людей, национальных, религиозных. Им нужна планета без суверенных государств, населенная индивидуумами-потребителями. С приходом Трампа верх одержали приверженцы консервативных ценностей или промышленники. Если верить публичным заявлениям нового президента, главные его ценности – семья, наличие рабочих мест, доступность страховки для рядовых американцев и развитие промышленности. Америка не собирается воевать и зарабатывать на войнах. Потому что Трамп решил, что в первую очередь он, как президент Соединенных Штатов, сконцентрируется на решении внутриамериканских проблем. То есть финансистам придется самим решать свои проблемы, и мне удастся использовать США как инструмент для решения военной или иной силы этих проблем. Уже понятно, что задача новой элиты – восстановление промышленной мощи США. А это значит, что время быстрых и легких денег окончено. Финансовые элиты почувствовали, что из-под них, из-под их ног уходит почва. И вот те протесты, которые сейчас до сих пор будоражат Соединенные Штаты, по большому счету, это ответ не внутриамериканский, а ответ мирового финансового капитала на победу Трампа. Среди рядовых американцев бытует два мнения. Одни считают, что победа Дональда Трампа – случайность. Другие во всем винят в происке русских агентов влияния. Однако находятся и те, кто не верит в случайности и склоняется к версиям хорошо спланированной спецоперации, за которой, вероятнее всего, стоят американские спецслужбы, а точнее ФБР и ЦРУ. Заявление господина Сороса о том, что Соединенным Штатам угрожает диктатура. А Сорос – это как раз типичнейший представитель вот этого либерального глобализма. Вот этих транснационалов, для которых идеал – это человек-потребитель, безо всех естественных связей с окружающим миром. И плюс к этому, вдумайтесь, он предрекает Соединенным Штатам диктатуру. При этом он, этого никто не скрывает, финансирует акции, направленные против только что избранного, демократически избранного президента Соединенных Штатов. Но, в принципе, не только Сорос говорил, что Обама – это последний президент США в этом либеральном привычном виде. И Трамп либо создает вариант нормального американского фашизма, либо он потерпит крах. То есть Трампу придется создавать вариант американского фашизма. Либо его сметут. С цензурой СМИ, со властью спецслужб. И, естественно, Трампу нужны будут свои штурмовики. Куда ж деться? Казалось бы, при чем тут спецслужбы? Но прийти к такому заключению политологов вынудили сразу несколько странных обстоятельств. Во-первых, взлом сервера демократической партии произошел именно тогда, когда Хиллари была на пике популярности. Во-вторых, ФБР тут же подхватило обнародованную информацию и завело дело. И, наконец, информация, получившая огласку, объяснила мировому сообществу истинные мотивы политики демократической партии. Та мутная водичка, те международные конфликты, которые инициировались, это удобный способ зарабатывания денег, в котором для банковского капитала не важен результат, а важен процесс. И можно зарабатывать как на поражениях, так и на победах. Поэтому вся эта история устраивала. Но что произошло в этот период в тех же самих Соединенных Штатах, которые были активно вовлечены как серьезный игрок в эти процессы? Они их инициировали. В самих Соединенных Штатах произошла депрессия, может быть, даже отчасти сравнимая в чем-то и с Великой депрессией. Депрессии 30-х годов. Но было еще одно доказательство участия спецслужб. Все следы хакерских атак якобы прямиком вели к стратегическому оппоненту Соединенных Штатов в Россию. Американская пресса заметила. Элита республиканской партии, поначалу воспринимавшая Трампа с опасением, меняет отношение к президенту. Между людьми из команды Трампа и бывшими сотрудниками администрации Джорджа Буша-младшего идут активные консультации. Нового президента США поддерживают и люди, работавшие с Рональдом Рейганом. И сам Трамп назвал Рейгана своим кумиром. Казалось бы, ничего удивительного. Республиканцы просто смирились с неизбежностью в виде рыжего дьявола. Но если копнуть глубже, то выясняется. 41-й президент США Джордж Буш-старший до того, как стать сенатором, а после вице-президентом в администрации Рейгана, возглавлял ЦРУ. Смотрите далее. Как будут развиваться геополитические события в ближайшие 4 года? Нынешнее противостояние Трампа и оппозиции – это реальность, это не игра. В Соединенных Штатах действительно раскололся правящий класс, и эта схватка очень серьезная. Импичмент или гражданская война? Почему демократы всерьез говорят о возможном открытом противостоянии Трампу? У него действительно есть свои собственные представления о путях развития как Соединенных Штатов, так и мира. Они не очень коррелируются с тем проектом, ради которого, в общем-то, и существует президент Соединенных Штатов. Почему, а главное, зачем американские спецслужбы могли вмешаться в президентскую кампанию? Естественно, часть американских спецслужб заинтересована в том, чтобы существовал американский фашизм. Вот такой сильный, конструктивно-индустриализаторский фашизм. До восхождения на политический Олимп Буш-старший считался правым экстремистом. Именно так в 1964 году о нем отзывался один из его политических оппонентов, сенатор от штата Техас Ральф Ярборо. Вы будете удивлены, но в политической классификации наиболее последовательным правоэкстремистским движением считается фашизм. Буш-старший, он ведь сначала был крайне правый, и у него высказывания были очень националистические, просто был ряд паллистических неудач, и ему пришлось идти на компромисс. Но ведь убеждения-то никуда не делись. К тому же надо помнить, что он в свое время был директором ЦРУ. А националистические и консервативные взгляды присущи как большинству военных, так и сотрудникам спецслужб. Уже доказано. Скандал со взломом сервера демократической партии некими русскими хакерами и последовавшее публичное расследование уничтожили шансы Клинтон на победу. Спецслужбы с самого начала были в авангарде этой истории, а опубликованные Джулианом Ассанжем данные лишь доказывают, что никаких русских хакеров на самом деле не было. Одержать победу Трампу помог именно преданный гласности компромат. Но какую цель преследовали те, кто вел Дональда Трампа к победе? Во время президентской кампании Дональда Трампа один из самых могущественных в республиканском крыле клан Бушей держался подчеркнуто в стороне. Иногда даже складывалось мнение о некой враждебности Бушей по отношению к выскочке миллиардеру. Представителям семейства Бушей накануне выбора было сделано заявление, что ни Джордж Буш-младший, ни его жена Лора не голосовали ни за Трампа, ни за Клинтон во время президентских выборов. Ни отец, ни сын Буша не были замечены и на республиканской конвенции в Кливленде. Буш-младший был действительно в числе гостей во время инаугурации президента Трампа, в то время как Джордж Буш-старший не смог приехать по состоянию здоровья. Кто стоит за спиной Трампа? Этот вопрос задавали себе многие пристально следящие за расстановкой сил. На поне общего ажиотажа вокруг скандальной фигуры миллиардера очевидные связи долго удавалось скрывать. У меня есть своя особая точка зрения по этому поводу. Я считаю, что Трамп такой же агент транснациональных корпораций, как и Обама, как и Клинтон, просто это запасной вариант на тот случай, если компания пойдет по нестандартному сценарию, если та политика, которую олицетворял Обама и продолжил бы Клинтон, все-таки не будет воспринята избирателем. Вот мы это увидели, да, мы это увидели в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах, и вот появился Трамп. То, что за спиной у Трампа стоят именно Буши и наиболее консервативная часть элит, стало очевидно после оглашения первых инициатив. Ограничение миграционных потоков, стена между США и Мексикой, возобновление добычи углеводородов и возрождение промышленности на территории США. Трамп реинкарнировал те идеи, с которыми шел на выборы Буш-сын. Они не очень коррелируются с тем проектом, ради которого, в общем-то, и существует президент Соединенных Штатов. Кто такой президент Соединенных Штатов? Президент Соединенных Штатов – это менеджер транснациональных корпораций, такой генеральный директор акционерного общества Соединенные Штаты. У этого генерального директора, над ним, точнее, существует некий наблюдательный совет или совет директоров, или совет учредителей, который, по большому счету, в общем-то, и определяет, чем заниматься на данном этапе президент Соединенных Штатов. Именно это натолкнуло экспертов на идею о возможной смене акционеров. Если проще, то, скорее всего, речь идет о рейдерском захвате власти крайне правыми консерваторами во главе со спецслужбами. Поэтому на повестке Дня Америки теперь такие ценности, как новая индустриализация, возрождение промышленности, ликвидация безработицы и ограничение миграционных потоков. Эти же ценности когда-то привели к власти Муссолини и Гитлера. Трамп, естественно, американский националист. Но он диктатор, эта диктатура американская будет уникальна. Как отмечают исследователи мировых экономических процессов, обычно крайне правые силы приходят к власти в те моменты, когда социальная напряженность и недовольство неравенства начинают зашкаливать. Экономика Соединенных Штатов сейчас, по большому счету, это экономика услуг, сфера услуг, ну в широком смысле. Это финансы, это туризм, это просто обеспечение различных функций, там обслуживающий персонал, всего и вся. До 80% доходит, вот в целом, сфера услуг, в широком смысле этого слова, ну, включая образование, здравоохранение и так далее. То есть, в принципе, опираться Соединенным Штатам не на что, они зависят от всего мира. Авиастроители, энергетика, сектор добывающий, который, по большому счету, в общем-то, был отодвинут на второй план. Более того, мало кто знает, что промышленность и вооружение в самих США находятся в крайне запущенном состоянии. Есть такой интересный пример, как Соединенные Штаты Америки, где до сих пор ездят на тепловозах. В России при этом электрифицирована большая часть железной дороги. Вот вам один из примеров. Американская армия уже начинает проигрывать многим армиям мира, не только российской, и, может быть, держится только за счет того, что ядерное вооружение, сравнимое с Россией, немножко превосходящее, ну и очень сильная морская группировка, военно-морская группировка. По мнению некоторых аналитиков, эти факты могли привести под флаги Трампа армию и спецслужбы. Силовые структуры впервые, наверное, так откровенно поддержали совершенно не имеющего политического опыта и действительно представляющего вроде бы бизнес, но патриотически настроенного кандидата. Вот как сейчас это мы увидели. Трамп, он был поддержан силовиками откровенно и серьезно, потому что они посчитали, что, наверное, президентам последним, американским, не хватает патриотизма. Они увидели в нем патриота. Они увидели, что он проповедник американских ценностей. И вот в их первоначальном смысле. Именно поэтому вероятным организатором взломов почты Демократической партии и Хилари Клинтон, многие уже не скрывая считают спецслужбы США во главе с ЦРУ и ФБР. И в этом же видят повод для серьезных опасений. Крайне правые националистические силы, поддерживаемые силовым блоком, уже приходили к власти. Правда, было это в Германии. И закончилась та история Второй мировой войной. Естественно, часть американских спецслужб заинтересована в том, чтобы существовал американский фашизм. Вот такой сильный, конструктивно-индустриализаторский фашизм, на самом деле. Это строительство новых предприятий, прохладка автострад. Автострад – это изобретение, извините, итальянское фашизм. Часть спецслужб, безусловно, на его стороне. А вот часть нет. А часть уже давно прикормлена глобальными, глобалистскими финансовыми тузами, естественно. Нынешний политический раскол в Соединенных Штатах, по мнению ведущих аналитиков, рано или поздно приведет к гражданской войне. И, по всей видимости, сценаристы победы Трампа к этому готовы. А гражданские волнения на самом деле всего лишь часть хорошо продуманного плана. Вот я думаю, что среда, почва такая вот, как бы некая, горючий материал в Соединенных Штатах, в Соединенных Штатах существует для того, чтобы революционные, ну назовем их так, если мы говорим о классических определениях настроения, продолжились и сохранились. Чтобы понять, что будет дальше, достаточно вспомнить события лета 2016 года в Турции. Ночь с 15 на 16 июля 2016 года войдет в историю как день неудавшегося государственного переворота в Турции. Вооруженные люди захватили телецентр и пытались взять под свой контроль правительственные учреждения. В небо была поднята авиация, а город начали занимать вооруженные армейские подразделения. В эту же ночь президент Турции Эриджеп Таип Эрдоган обвинил своих генералов в попытке военного госпереворота и призвал население выйти на улицы для защиты легитимной власти. Что последовало через пару дней, многие, наверное, уже забыли. Но мы напомним, Эрдоган ввел в военное положение и спустя месяц расправился со всеми своими противниками, отправив несколько тысяч сограждан за решетку. Ну вы посмотрите, как отреагировал мир на то, как закрутил гайки после подавления пучей Эрдоган. Так немножко правозащитники повозмущались, но ведь никаких санкций к нему никто не применял. Получается, за ним признали право на жесткие меры. Вы будете удивлены, но совсем недавно западные политологи назвали это событие репетицией начала фашистской диктатуры Трампа. Только представьте, демократы подогревают гражданское недовольство и провоцируют акции протеста. Открытым текстом говорилось, что если Трамп не уйдет, если Трамп не сломается, то мы готовы идти на вторую гражданскую войну. В данном случае даже не важно, пойдут они на вторую гражданскую войну или нет. Важно то, что это обсуждается. В какой-то момент массовый психоз переходит разумные границы. Люди выходят на улицы, чтобы силой избавиться от нового президента. Это все, что нужно Трампу для объявления военного положения и начала силового урегулирования. Введение военного положения лидерам любой страны дает неограниченную власть. Это самый удобный способ расправиться со своими соперниками, политическими оппонентами. И начать репрессии. Сможет ли президент США ввести военное положение? Но если на стороне Трампа будут спецслужбы, то да, это дело техники. Осталось дождаться подходящего момента. И он, судя по всему, не за горами. С утверждением кандидата Трампа на пост суди в Верховный суд США Трамп автоматически получит и поддержку самого Верховного суда США. Что самое удивительное, в современной Америке есть все предпосылки для реинкарнации фашистского режима, несмотря на то, что сами американцы свято убеждены в обратном. Соединенные Штаты Америки построены на балансе трех ветвей власти. Законодательной, исполнительной и судебной. Отцы-основатели, когда строили американское государство и писали Конституцию, четко разделили власть. Таким образом, чтобы страна не скатилась ни к авторитаризму, ни к тоталитаризму, ни даже к анархии. И эта политическая и юридическая система эффективно функционирует уже свыше 200 лет, исключая возможность и даже необходимость авторитарного президентства. Но утверждая это, американцы обычно предпочитают забывать или просто не знают о периоде с 1943 по 1955 годы. Смотрите далее. Темные пятна в истории США. Кто и зачем вывез из фашистской Германии весь цвет Третьего Рейха? Самое страшное заключается в том, что эти сотрудники, которых отбирали американцы, они все были, в общем-то, на грани того, чтобы быть признанными военными преступниками. Больше, чем автомобильный магнат, чьими идеями на самом деле вдохновлялся Гитлер, и кто спонсировал его поход против всего мира. И за Трампом стоит тот же капитал, просто унеслись. Загадка века. Почему американцы так неистово ненавидят русских? Я полагаю, что современные американцы воспринимают нас как угрозу, и нас это удивляет только потому, что именно мы решили, что мы вышли из противостояния с Западом. В 1998 году, в самый разгар глобального экономического кризиса, Пентагон снял гриф совершенно секретно с досье под номером 302. По заявлениям историков, точное количество документов рассекреченного архива до сих пор неизвестно. Это был целый сектор хранилища в зоне Е. Доступ к документам такого уровня имели только высшие должностные лица американских спецслужб и администрации президента. Само досье касалось тайных операций военной разведки США «Скрепка» и «Алосса». На сухом канцелярском языке это называлось программами сотрудничества с учеными, вывезенными с территории фашистской Германии, и сдерживания советов. Но на самом деле речь шла о совершенно другом. На протяжении первых военных лет американцы снабжали Гитлера и его армию оружием, деньгами и припасами. А после капитуляции Германии вывезли весь цвет фашистской науки и высшее руководство Третьего рейха в Соединенные Штаты. Самое страшное заключается в том, что эти сотрудники, которых отбирали американцы, они все были, в общем-то, на грани того, чтобы быть признанными военными преступниками. Американцы фактически их спасали от Нюрнбергского процесса и аналогичных процессов. 4 тысячи военных конструкторов и инженеров, 1800 медиков, более тысячи химиков и физиков. Все в прошлом члены нацистской партии и важные винтики фашистской военной машины. Но это никого не остановило. Вопреки всем заявлениям о демократии, вопреки президентскому указу, вы привозите людей, которые состояли в нацистской партии. И официально скрываете это от Конгресса, от Сената Соединенных Штатов. Я, кстати говоря, и от того же Трумэна. Он, в общем-то, толком-то и не знал, кого там завозит в Америку, это их спецРУ. Он толком не знал, до конца своей жизни, кстати говоря, не знал. А привезли-то очень много. Тысячам бывших нацистов меняли биографии, объявляли их жертвами фашизма и давали гражданство Соединенных Штатов с одной единственной целью – внедрить у себя технологии Третьего Рейха и обеспечить Америке быструю индустриализацию. Потому что всегда, после любой войны, все достижения бывшего противника разграбляются. Это автоматически происходит. Всегда. Во всех войнах. Во всех войнах. Военная разведка старательно вымрала черные страницы из биографии бывших нацистов. К 1955 году более 760 немецких ученых получили гражданство США и заняли весьма солидные должности в американском научном сообществе. Многие из них перед этим долгие годы служили верой и правдой нацистам и гестапо, проводили опыты на людях, согнанных в концентрационные лагеря, пользовались рабским трудом, совершали другие чудовищные преступления. Но это не помешало им возглавить ведущие научные институты Америки, а разработчику нацистской космической программы Вернеру фон Брауну даже стать первым директором НАСА. Это, собственно говоря, и позволило им, так сказать, сделать такой дикий рывок вперед, и они практически весь мир опередили. Есть подозрение, что американцы вывезли проект, практически готовый проект, первой своей атомной бомбы. И просто воспроизвели, воспроизвели тот взрыв в Лос-Аламосе, который первый самый был. Это вот взрыв нацистской бомбы. Многие ученые подозревают, что это именно так было. Потомки тех самых тысяч нацистов совсем скоро вошли в научную и военную элиту Соединенных Штатов. И мало кто понимает, что это стало бомбой замедленного действия. Ведь именно после окончания Второй мировой из союзников и партнеров США и СССР вдруг превратились в заклятых врагов. И действительно, Соединенные Штаты, как мы уже говорили, видят в России главного противника своим целям, стратегическим целям. Почему? Ответ обескураживает. Все те тысячи нацистов, которые преспокойно обосновались в США, пополнили ряды не только ученого сообщества. Большая часть нашла себе применение в спецслужбах. Горечь поражения от русских, вынужденная разлука с Родиной, гибель идеалов. Для убежденных в величии своей нации, бывших фашистов, этого было достаточно, чтобы начать мстить. Русских объявили врагами сразу после победы во Второй мировой. И на этом воспитаны три поколения американцев. Я полагаю, что современные американцы воспринимают нас как угрозу, и нас это удивляет только потому, что именно мы решили, что мы вышли из противостояния Запада. Извините, это наше мнение. Они не выходили и выходить не собираются. Они как считали, что главной угрозой на пути мирового господства стоит Россия, так и продолжают считать. Но есть и диаметрально противоположный взгляд. Некоторые историки вполне авторитетно заявляют, что фашизм зародился именно в США. Мало кто знает, что вдохновителем Гитлера стал основатель всемирно известного автоконцерна Генри Форд. Доподлинно известно, что его портрет висел у фюрера в кабинете. Генри Форд еще в 20-х годах выпустил свою первую книгу «Мировое еврейство». Он потом написал огромное количество статей и книгу «Еврейская деятельность» в Америке. Так вот и в книгах, и в статьях он обвинял евреев во всех бедах Америки. И вообще во всех смертных грехах. В 1921 году Гитлер, следуя советам Форда, предложил оградить немецкий народ от подрывной работы евреев и начать заключать их в лагеря. А в 1923 году назвал Генри Форда лидером разрастающегося движения фашистов в Америке. В течение 20-х годов автомобильный король Америки финансировал движения фашистов в своей стране и даже был одним из инвесторов Третьего рейха во время Второй мировой. Форд с самого начала прихода Гитлера к власти поддерживал его экономически. Он поставлял продукцию своих заводов по льготным ценам прямо до самого начала Второй мировой войны. Гитлер очень Форда ценил и даже наградил его высшие награды Германии орденом Большого Орла. Их форд был далеко не единственным, кто исповедовал идеи нацизма и спонсировал Третий рейх. Практически все крупные промышленники продолжали продавать Германии оружие и технику вплоть до вступления США в войну. А некоторые даже после, оборудовав заводы на оккупированных немцами территориях. И за Трампом стоит тот же капитал, просто он не светил. Этот капитал промышленно опирается на белую трудовую Америку, Уэспов, прежде всего, Уэспов, белых англосаксов, протестантов и примкнувших, не там, ирландцев, ну, в общем, всех немцев, протонков, американцев немецкого, ирландского и прочего белого происхождения. Что самое удивительное, новая индустриализация, о которой так много и неистово рассуждает Трамп, совсем не означает сосредоточенность на внутренних делах. Политологи и историки увидели в этом еще один дурной знак. Так что вот что они пытаются сделать. Они считают, что на самом деле они как раз снова вернутся к однополярному миру, если проведут индустриализацию. Их задача при этом, значит, китайцев довести до очередного круга распада, и очередной, как и крестьянской войны. Русских заставить сохранить сырьевую экономику и влезть во внешнеполитические авантюры, и тоже расплескать силы, и, собственно говоря, до тех пор, пока демографический кризис и инфраструктурный кризис с Российской Федерацией не покончат. Несмотря на пламенную президентскую речь, где самыми большими опасностями объявлены терроризм и непредсказуемость Северной Кореи, Китай и Россию со счетов никто не снимает. Они остаются главными геополитическими соперниками штатов. Мы геополитические противники. Как, не знаю, как псовые и кошачьи, условно говоря, как дельфины и акулы. Ну, не очень важно сравнить. То есть мы геополитические всегда противники. Но как будут разворачиваться взаимоотношения трех крупнейших держав? Сбудутся ли страшные прогнозы политологов? Смотрите далее. Китайская хитрость. Как одна из супердержав современности вводит за нас своих оппонентов? Китай фактически держит в своих руках половину бюджета Соединенных Штатов. Он держит... Не хочется использовать нецензурную лексику, как держат Соединенные Штаты в настоящем положении. Новая американская индустриализация. Передышка или затишье перед бурей? То, что сейчас делает Трамп, увеличивает военные расходы за счет снижения социальных выплат. Это, безусловно, игра в ворота крупного бизнеса. Показательное выступление. Почему Трамп отказался сжать руку Ангелы Меркель? Четвертый рейх сейчас как раз пытается строить Ангела Меркель на территории Европы. Заверения Дональда Трампа о том, что Америка планирует сосредоточиться на внутренних проблемах, вызвали двоякую реакцию мирового сообщества. Партнеры США по войнам огорчились. А вот стратегические оппоненты, по идее, должны были бы обрадоваться. Например, Китай. Власти этого государства давно вынашивают весьма амбициозные планы. И, казалось бы, вот-вот настанет момент перейти к решительным действиям. Но Китай затаился. Китай фактически держит в своих руках половину бюджета Соединенных Штатов. Он держит, не хочется использовать нецензурную лексику, как держат Соединенные Штаты в настоящем положении. Если Китай вдруг попробует извять все вложенные в экономику Соединенных Штатов деньги, а экономика Соединенных Штатов тут же рухнет. И рухнет, в принципе, мировая экономика. Поэтому это такая ситуация, в которой все друг от друга зависят. Усиления Китая боятся не только ястребы из демократического крыла, но и союзники США по НАТО. Правда, как бы не демонизировали Тигра, он вряд ли решится на резкие шаги и открытую борьбу за первое место на планете. Что мы знаем о Китае? Казалось бы, ответ очевиден. Ядерная держава, вторая экономика в мире, численность населения более миллиарда человек. Мало кто подозревает, что большая часть наших знаний Поднебесной не более, чем миф. И главный миф – это численность населения Китая. По официальным данным, китайцев уже более одного миллиарда. Некоторые эксперты даже называют цифру полтора миллиарда. Но эти данные предоставляют сами власти Поднебесной. А если обратиться к простой арифметике, то есть повод серьезно задуматься над правдивостью китайских статистиков. В Китае уже более 20 лет проводится политика «Одна семья, один ребенок». И при этом каждый год население увеличивается на 12 миллионов человек в год. Объясняют это тем, что их изначально много. А теперь представьте. В 1939 году, то есть до Второй мировой войны, в Китае насчитывалось 350 миллионов человек. Эта цифра не менялась с 1845 года. Иными словами, 95 лет. Но с 1940 года по 2012 чудесным образом увеличилось более чем на миллиард. И это несмотря на голод. Вторую мировую, в которой Китай по самым скромным подсчетам потерял 27 миллионов человек. Не остановили бурную демографию ни гражданская война, ни отделение Тайваня и даже закон, ограничивающий количество детей в семьях. Но такой прирост населения не просто нереальный. Даже если представить, что в Китае все женщины детородного возраста абсолютно здоровы, то таких женщин будет никак не более 1 четвертой всего населения. То есть примерно 87 миллионов женщин. Это значит, что получился миллиард китайцев, каждая хозяйка, китаянка, должна родить 11 детей. Но это же невозможно. Казалось бы, зачем так искажать демографические данные? Ответ чрезвычайно прост. Чтобы неповадно было нападать. При этом китайцы предпочитают совершенно уникальный способ захвата государств – ассимиляцию. То есть захват территорий через расселение китайских диаспор. То есть мы видим, что китайцы все больше и больше становятся, а представители европейской нации уменьшаются по численности. Воевать с Китаем открыто означает развязать ядерное противостояние. А это значит, что стратегия должна быть иной, и она уже есть. Это возвращение всего производства из Китая обратно в Америку. Ему придется пойти на очень болезненный процесс введения протекционистских барьеров и торговой войны с Китаем. А Китай из-за торговой войны впадает в кризис, и может быть распадется, как они считают, в очередную крестьянскую войну. Сколько крясткость Китая распадался за свою историю. Правда, он потом собирался. Но каждый распад был чреват большими потерями, жертвами. Так что вот что они пытаются сделать. Они считают, что на самом деле они как раз снова вернутся к однополярному миру, если проведут индустриализацию. Временная индустриальная передышка открывает окно возможностей и для России. Но не стоит радоваться мелким уступкам со стороны США. Здесь сейчас говорят, что Трамп отдал ближний... Керри сказал недавно, Трамп отдал Ближний Восток Путину. Да, действительно, вот этого нет. Нет такого активного военного участия. Но в этом и таится опасность. Пока Россия будет тратить силы и средства на борьбу с запрещенной террористической группировкой ИГИЛ, Штаты накопят достаточную мощь, а дождавшись момента, снова вернут себе место гегемона. Но только при условии, что демократы и их союзники из финансовой элиты не станут вставлять палки в колеса. Возможная ситуация, когда вся система сдержек противовесов, высшая судебная власть, парламент. Все это будет работать на то, чтобы сдерживать безумные инициативы Трампа. В итоге вся государственная машина будет работать с холостой. Есть и еще одна кажущаяся невероятная гипотеза. Но это только на первый взгляд. Если верно предположение, что Трамп рано или поздно начнет строить диктаторский режим, то его ближайшей целью станет Германия. И это заявление экспертов совсем не безосновательно. Четвертый рейх сейчас как раз пытается строить Ангела Меркель на территории Европы. Поэтому термин Четвертый рейх уже как бы занят Ангелой Меркель и правящим классом Федеративной Республики Германия. Вот всем этим и занимается госпожа Меркель. Точнее, она продолжает то дело, которое после разгрома, поражения во Второй мировой войне, вели все правители Федеративной Республики. Они восстанавливали Великую Германию. И вот сейчас подошел тот момент, когда практически все признают, что современная Европа, она полностью подконтрольна Германией. Какой бы сценарий не выбрали мировые элиты, ближайшие четыре года обещают быть насыщенными. И ожидать можно что угодно. От разворота в политике на 180 градусов до полного краха государства номер один. История убеждает, все мировые державы переживали время величия, а затем наступала эпоха упадка. Чем крупнее империя, тем она уязвимее. По оценке экспертов, североамериканская финансово-политическая империя уже трещит по швам. Возможно, будет достаточно всего лишь одного небольшого потрясения, чтобы начались необратимые последствия, которые так или иначе могут затронуть весь мир. Я Анна Чапман открыла все тайны. Подписывайтесь на мой инстаграм.